ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Электронную версию книги можно будет приобрести по ссылке под роликом. Небольшую поесть «Ночь большого прилива» Владислав Крапивин написал через 7 лет после повести «Далекие гарнистры» в 1977 году. Но в ней мы опять встречаемся с главным героем, гарнистром, а также с его друзьями, которых он называет Валерка и Братик. Напоминаю эти его друзья из другого мира. И в том другом мире у них другие понятные имена, но он так привык к этим именам, что иначе про себя их не называют. Перед тем, как начинать писать это Туцево, я перечитал данную повесть аж два раза. Но у меня больше нет сомнений, что в ней действительно раскрывается конспирологическая теория шестимерной вселенной Роберта Бартиньева. Особенно интересно, что в ней Крапивин хорошо раскрыл концепцию времени Бартиньева. Я уже говорил, что с позиции данной теории время, как и пространство, имеет три измерения. И эти измерения аналогичны пространственным. Длина времени – это обычная наша жизнь, направленная из прошлого в будущее. Впрочем, Бартиньи предпочитал ее называть стрелой времени, ширина времени – Бартиньи называл ее плоскость времени, и высота времени – Бартиньи называл ее объем времени. Самое же главное, любой объект с позиции данной теории, от пещенки до каждого из нас, существует в обказанных трех временных измерениях одновременно. Что это значит? Например, вы сидите за письменным столом и работаете, ну скажем, над тем же отзывом, над повестью «В ночь большого прилива». И вы в раздумье, как в следующем предложении назвать первую категорию – длина времени или стрела времени. Для вас в данном случае этот термин не имеет принципиального значения. Это значит, что в одном хронопотоке вы можете написать длина времени, а в другом – стрела времени. И таких потоков бесконечное количество. И повторяю, в каждом есть вы лист, бумаги, ручка, ну или дисплей компьютера и клавиатура. Равно, как и все остальное. Все эти вселенные – только бесчисленные грани нашего мироздания. Наша же вселенная – только одна из бесчисленных граней, в данном случае плоскости времени. В той стреле времени, где вы написали длина времени, будущее будет одним. В той, где вы написали стрела времени, будет немножко другим. И так во всего. Есть бесконечные варианты, ну или грани великого кристалла. Точнее, в данном случае грани плоскости великого кристалла, в одной из которых мы поступаем так, а в другой – эдак. И понятно, что разница между этими гранями становится все существеннее и существеннее. Еще больше разница в гранях объема времени. Плоскости времени мы можем использовать только те предметы, которые есть в данный момент на письменном столе. Например, мы не можем взять со стола мячики в порядке отдыха, писанин, бросить его об стену, поймать опять, бросить, в общем, немного поиграть с мячиком. Конечно, если этот мячик в этот момент случайно не лежит на письменном столе. То есть в плоскости времени все идентично, хотя и все больше расходится. В объеме времени нет. В объеме есть грани, на которых случайно лежит мячик, и есть, на которых случайно не лежит. А понятно, не только мячик. Там разница куда больше, точнее, намного больше. Разница между гранями великого кристалла объема времени несравнима больше, чем разница между гранями великого кристалла плоскости времени. На таких гранях, скажем, могут существовать динозавры и быть вполне себе обычными животными. А то и животные, которых вообще никогда не было в нашей реальности. Ну и понятно, далеко не только животные. Разница может быть везде и во всем. Есть еще одна деталь. По теории Бортини возможны путешествия во времени. И не только в одну сторону. Как в преликтивистском замерении времени, по теории Эйнштейна. И именно с путешествия, не только с одной грани великого кристалла на другую, но и во времени и начинается повесть в ночь Большого Кривиона. Главному герою вместе с Валеркой опять приходится переместиться в его мир. Но только теперь на 300 лет вперед. Оказывается, так получилось в прошлый раз. Когда он их вернул, Валерку с братиком, в их мир. Но только переместились они в свой мир, как выяснилось, на 300 лет вперед. И оказалось, что Валерка зря беспокоился. Напоминаю, он был карнистом. А в город вероломно ворвались враги. Но он успел подать сигнал. Но он опасался, что одного сигнала будет недостаточно. Но оказалось, что сигнала было достаточно. И войско города успело выстроиться в боевой порядок и изгнать захватчиков. Самое же главное, этим двум мальчишкам в их мире поверили, что они путешественники во времени, равно как и в то, что Валерка 300 лет назад спас город. И 12-летний мальчик даже получил официальный титул. Светлый рыцарь, спаситель города. Почему? Через некоторое время после попытки неудачной завоевать город, в городе появился, можно сказать, мудрец, ученый, называйте как хотите. Ему присвоили титул «Великий звездный мастер». И он открыл некий белый кристалл, который позволил ему путешествовать во времени. Он побывал в будущем, а потом в полном соответствии с теорией партии, вернулся обратно в свое время. Но вернулся не с пустыми руками, а с информацией о том, что будет с городом на две эпохи вперед. И самое главное, он написал книги, в которых дал дату рождения и смерти каждого жителя города. Собственно, в этом и интрига по листе. Пророчество мастера гласило, что впереди большая смута, но зато потом наступит эра процветания. И понятно, пророчество нашлистолкователь, толкующий его в интересах власти. И, увы, пророчество на каждом шагу подтверждается. И самое главное, оно на каждом шагу подтверждается в плане рождения и смерти каждого жителя города. И рьется кровь, причем большая кровь, которая и должна литься, пока продолжается смута и не начнется процветание. И все с этим смирились. Точнее, с этим смирились взрослые. Дети не могут смириться с тем, что на каждом шагу гибнут их матери и отцы. При этом известно, когда они погибнут. Но с этим ничего нельзя сделать. И именно что-то сделать попросил главного героя Валерка. Здесь мы выходим на другую часть концепции Бартини. Не физическую, а морально-этическую. Из концепции Бартини вытекает мораль, очень отличающаяся от привычных нам постхристианских, буржуазных, или, как ее сейчас набирают, либеральной и коммунистической. И одно из существенных отличий данной морали от указанных в том, что она далеко не всегда осуждает принцип цель оправдывать средства. Например, Иван Ефремов в романе «Часбука» сформулировал это так. Руководствуясь достойными намерениями, я смею все. Можно сказать и так. С позиции данной концепции цель в определенных обстоятельствах оправдывает средства, а в определенных нет. А можно сказать и так. Цель, оправдывает средства, если это целесообразно, ну или прекрасно. С позиции данной концепции красота – это целесообразность. В молодости уже не помню, в какой книге я как-то вычитал мысль, если убийства пытаются подать как благое и нужное дело, то это мерзость. В повести «Ночь большого прилива» Крапивин именно этим и занимается. Подает убийство как благое и нужное дело. Конечно, можно говорить сколько угодно, что убийство в бою, убийство в поединке, убийство при автаназии – это не убийство. Да только смерть все равно остается смертью. И именно эта мысль детально раскрыта в данной повести Бартинии. Но особенно интересно это, потому что эта мысль раскрыта в постхристианской стране. И думаю, это одна из главных причин, почему данное мировоззрение, в том числе и на Западе, пока аккуратно пиарится между строками. Белосклонно рекомендую повесть к прочтению. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах, пишите комментарии, смотрите мои аналогичные ролики, какие именно вы видите на конечных заставках. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!